Монументы в цветах и молчаливая мы помним. Святая дата для каждого белоруса на пороге. И в эти дни отдать дань памяти самое малое, что мы можем сделать для победителей. Подвиги тех, кто жизни других ставил выше собственной, не поддаются счету. А результат мужества и жертвенности – мирное небо над нашими головами. В преддверии 9 мая по всей стране проходит памятная церемония. Белорусы приходят к знаковым обелискам, городским мемориалам и совсем маленьким, но не забытым памятным знаком. Спустя 75 лет, с уверенностью это может сказать каждый, ничто не забыто и никто не забыт. 75-ю годовщину победы. Премьер-министр Беларуси возложил цветы к обелиску в микрорайоне Уручья. Памяти к погибшим военнопленным и гражданским в столице каждый год становится местом скорби. Здесь похоронены 30 тысяч человек. Цветы легли сегодня и к стелле Минск-город-герой. У 45-метрового обелиска память погибших в годы войны почтили вице-премьер и министр иностранных дел. Как и в семье любого белоруса, конечно, в моей семье тоже есть люди, которые погибли на полях сражений Великой Отечественной войны по материнской линии. Дедушка, он не погиб, он воевал на Дальнем Востоке. Тихоокеанский флот, борьба с японцами, как союзниками гитлеровской Германии. По отцовской линии у бабушки погибли почти все родственники здесь, в Беларуси. Мы с каждым годом все дальше и дальше удаляемся от тех страшных времен. Мы знаем об этой войне из узк людей, которые участвовали в ней, которых, к сожалению, становится все меньше и меньше наших ветеранов. Наши дети и наши внуки уже, наверное, еще меньше знают, чем мы об этой войне. Поэтому то, что происходит сейчас в Беларуси, все эти события направлены на то, чтобы мы помнили об этом. И чтобы сделали все, чтобы это никогда не повторилось. Самоотверженный поступок, когда-то пионера, а ныне героя Советского Союза Марата Козея, почтила сегодня белорусская молодежь в лице первого секретаря Центрального комитета БРСМ. Здесь же у монумента трудился весь молодежный актив страны во время республиканского субботника. Вспомнили сегодня не только подвиги партизан и солдат, но и тех, кто лишился самого дорогого. Бжодина к монументу в честь советской матери-патриотки Анастасии Куприяновой, а война забрала у нее пятерых детей, цветы возложил председатель комитета госконтроля. Особая памятная церемония сегодня у миориального знака воинов-связистов. Ценой своей жизни рядовые и офицеры обеспечили устойчивую связь на фронтах и в штабах. Из них больше 300 человек удостоены звания Героя Советского Союза. У памятного места поздравления и с наступающим 9 мая, и с профессиональным праздником. Ведь сегодня день радио, телевидения и связи. Ветеранам и узникам, которые многие годы работали в организациях связи, не только теплые слова, но и материальная поддержка. Юбилейные торжества уже охватили все регионы. Во всех уголках Беларуси к памятным мемориалам и захоронениям жертв Великой Отечественной войны идут люди. Особое внимание и ветеранам. Цветы, подарки и трогательные поздравления в репортаже наших корреспондентов. Брест дольше всех ждал победного мая. Приграничный город первым встретил врага и последний, который был освобожден солдатами Первого Белорусского фронта. Война оставила незаживающие раны, поэтому громко о памяти здесь говорить не принято. Она в сердце каждого из нас. А лучшее подтверждение этому ухоженные памятники и живые цветы у монументов. На открытии обновленного памятника в Приборово, что недалеко от границы, собралась вся деревня. Ко дню победы благоустроили территорию на новом постаменте плита с именами 68 односельчан. Все они не вернулись с войны. Не только солдаты, погибшие на разных фронтах, но и замученные фашистами мирные жители. Их могилы далеко от родной деревни или вовсе неизвестны. К памятному знаку сельчане приходят словно к могилам родственников, вернувшихся с войны. Здесь у каждого своя история, но нет семьи в Приборово, которой не коснулась эта беда. Петручук Евдокия и Петручук Анастасия Герасимовна. Они расстреляны в 43-м году. Бабушке было 50 лет. Это папина мама. А в 19-20, беременно, рассказывали. Били цепями, которыми вот молотят рожь. Вот этими цепями, говорят, окровавлены, бросили. Вы знаете, я уже говорила, что для меня этот День Победы – это праздник очень значимый. И больно, и, конечно, хотелось бы, чтобы это никогда не повторилось. Пришли хлопцы из войны и говорят, не успели подобрать. Танки пошли, и пришло мамке. Безвестия пропала. 9 лет мне не было, лишь, бачите, что помню, дитки. До сих пор происходят ситуации, что мы по архивным документам восстанавливаем фамилии людей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны и до сих пор чистились в наших захоронениях как неизвестные. И, конечно же, ремонт, реконструкция, создание новых памятников – это очень важно. В братской могиле, что в южном городке, солдаты, освобождавшие Брест в июле 44-го. Уступить город для противника означало конец войны на белорусской земле. Поэтому враг упорно сопротивлялся. В этой битве погибли 33 наших бойца. Куда больше погибло в плену. В июне 41-го в Бресте фашисты организовали самый массовый лагерь для военнопленных. Так называемый «ревир». Переводится «госпиталь». Но сюда везли не лечить, а убивать. Раненые солдаты умирали от болезни и голода. По примерным подсчетам около 10 тысяч жертв. Останки обнаружили случайно 8 лет назад. Сегодня на этом месте братская могила и всегда живые цветы. Символ неугасающей памяти. Дань уважения павшим в боях за свободу Отечества отдают по всей Могилевской области. Ни одно место памяти не забыто. Это мемориальный комплекс Усакина близ одноименной деревни в Кличевском районе. В годы войны в краю лесов и болот развернулось самое масштабное в Беларуси подпольное движение. Оно объединило 18 тысяч борцов против фашизма. Партизанская зона простиралась на 3000 квадратных километров. Здесь базировались все руководящие органы Могилевской области. Местный аэродром принимал самолеты с большой земли. Издавались партизанские газеты. Памятное место сегодня посетил замглавы администрации президента Беларуси Андрей Кунцевич. Он возложил цветы к вечному огню. К слову, мой дедушка также был в партизанах. Михаил Кунцевич после освобождения продолжил бить врага. Дошел до Кёнигсберга, где был тяжело ранен. И такие истории есть в каждой белорусской семье. А значит, достойно встретить юбилей Великой Победы для нас святая обязанность. Чтобы не было стыдно перед памятью тех, кто не дожил до этого дня. На партизанском кладбище 18 братских могил. В них лежат 400 бойцов, чьи останки удалось обнаружить и перезахоронить с почестями. В Усакинском лесу построили партизанский лагерь. Шесть землянок, кухня, колодец журавль. Марафон памяти продолжается. Завтра цветы возложат к вечному огню мемориального комплекса. Лагерь смерти в Могилеве, на Бунческом поле, на братских могилах, в агрогородках Кадина и Вендорож. А в Гомеле почтить память героев войны решили посредством современного искусства. На фасаде Высоткина рисовали мурал с портретом Емельяна Барыкина. Одного из организаторов большевистского подполья и партизанского движения на Гомельщине. Мурал создан на улице, которая носит имя героя. Рисунок масштабный, занимает чуть более 200 квадратных метров. На его плечи легла и эвакуация города в 1941 году. Но при этом он не эвакуировался вместе с руководящим составом. А остался в городе, руководил здесь, организовывал подполье, руководил созданием партизанского движения. Собственно говоря, всю войну прожил бок о бок с тем народом, который остался здесь на оккупированной территории. И после войны, в 1943, после освобождения Гомеля, он возвращается в город. И здесь же своими руками. Есть воспоминания, где он фактически руками работает на восстановлении города. Рисунок создан в стиле фотореал. К слову, фотография с изображением Барыкина с бородой выбрана не случайно. Перед тем, как уйти в партизаны, он дал обещание не сбривать бороду, пока не освободят родную землю от немецко-фашистских захватчиков. Своё слово он сдержал. В Гродно в этом году решили поздравить ветеранов с Днём Победы адресным. И устроили серию концертов под балконами. Получилось очень трогательно. И вы знаете, нужно было видеть глаза ветеранов. Они были счастливы, радостно хлопали в ладоши, подпевали. Некоторые даже танцевали. И, кажется, на время совсем забыли о своём довольно почтенном возрасте. ВОЕННЫЕ ОРКЕСТРА ВОЕННЫЕ ОРКЕСТРА А спустя час на другом конце города молодёжь приехала поздравить Николая Лагуткина. Посреди двора все вместе затянули День Победы, за ней и Катюшу, и Тёмную ночь. Эти же нехитрые мелодии, по признанию бывшего связиста, не раз отвлекали его от ужасов войны. Попал на фронт в 43-м, освобождал Украину, дошёл до Румынии. В этом году Николай Лагуткин должен был ехать на Парад Победы в Москву, но его отменили. Ветеран счастлив, что в Беларуси фронтовиков помнят и чтят их подвиг. Ну, я очень рад, что молодёжь, я не мог даже предположить, что так много придут меня поздравлять. Меня, простого ветерана войны, солдата этой войны, ну и уже пожилого, но ещё гражданина Беларуси. Спасибо им за всё. Послушать вместе любимые мелодии и поздравить с праздником выходили даже соседи. С товарищем по духу, бывшим моряком, 9 мая встретят вместе. И за праздничным столом будут смотреть по телевизору трансляцию парада в Минске. До Дня Победы остаётся всего два дня. В Гродно постарались устроить атмосферу праздника и украсили центральные улицы. Свой подарок преподнесла и природа, у нас, наконец, зацвела сирень. Завтра марафон продолжится. К подножиям мемориалов и памятников лягут цветы от представителей различных организаций. В Гродно главными объектами станут Курганславы и один из крупнейших в Беларуси памятников пограничникам. Ведь именно эти люди в 41-м первыми вышли защищать Родину. Надежда Завиновская, Ирина Никитина, Елена Соловьёва, Владимир Пятенёв. Наши новости ОНТ. В память о каждом третьем Беларуси, погибшем в годы Великой Отечественной. В Минской области состоялось открытие памятного знака и сквера к 75-летию Победы. Более 80 деревьев, березы, сосны высажены в определенной последовательности всего 12 композиций. Центральное место для памятного знака, которое напоминает о трагических событиях в истории. Язык расти не позволяет сделать и воплотить любую концепцию в жизнь. То есть здесь применены плакучие березы, они как символ скорби, и сосны черные. Здесь есть липовая аллея, впоследствии она поднимется, и жители Астрашидского городка смогут ею пользоваться. И вообще наслаждаться в этом сквере тишиною и где-то вспомнить о ушедших воинах. Мы сегодня имеем такую уникальную еще возможность от ныне живущих, живых людей, узнать эту страшную правду об этой войне. Я считаю, что самая главная миссия живущего поколения, особо молодого поколения, это не дать стереть правду о той войне. Создание сквера в этом месте не случайно. Именно Астрашидский городок стал местом ожесточенных боев в июне 41-го. Ранее увековечить память воинов Красной Армии поддержал и президент Беларуси. Память о Великой Отечественной войне священна. В этом мнении едины и ветераны, и молодежь. Каждый, кто ценит мир сегодня. Об этом говорили во время едион конференции с руководителями парламентов постсоветских стран. Спикер Совета Республики Наталья Качанова подчеркнула, что Великая Отечественная останется в сердцах наших соотечественников, потому что Беларусь первой приняла на себя удар фашистов, была оккупирована. Переписывание истории недопустимо. Это касается и прошлого, и настоящего. В том числе недопустимо распространение некоторыми зарубежными СМИ ложной информации по поводу ситуации с коронавирусом в Беларуси. Спикер подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация в стране регулируема и управляема. Именно поэтому решено не отказываться от торжеств к 70-летию Победы. Мы не можем придать память тех людей, которые погибли, отстояв свободу и независимость нашей страны, и тех, которые сегодня живут вместе с нами и говорят о том, что мы должны отмечать этот праздник. Мы должны быть вместе для того, чтобы почтить память погибших и сказать слова благодарности, и низко поклониться тем, кто отстоял свободу и независимость и отстроил, восстановил нашу страну в послевоенное время. Говорили также о сохранении исторической памяти, патриотическом воспитании молодежи, поддержке ветеранов. Эстафету памяти подхватили парламентарии и молодежь Союзного государства. Сегодня 15 виртуальных новых троп пополнили страницы патриотического онлайн-проекта «Цифровая звезда». Интернет-портал работает уже год. За это время на сайте появилось больше 200 памятных мест на территории Союзного государства. Очутиться в местах боевой славы поможет QR-код. Рассказать о мемориалах своего региона и поделиться впечатлениями от проделанной работы решили во время видеоконференции. Телемост связал Минск, Москву, Гродно, Калининград, Витебск, Брянск. Нам рассказали о 15 памятниках, те, которые оцифрованы, например, в Гомельской области, в городе Хойники. Молодежь рассказала, как они это сделали. Нам рассказала Гродненская область, какие памятники, что происходило на их земле. Мы понимаем, что в любом случае мы должны все памятники, которые существуют на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, оцифровать для того, чтобы люди могли зайти на этот сайт, почитать, что произошло, какой памятник есть. Планы на ближайшее время тоже немаленькие. Разработка проектов по истории, интернет-грамотности и экономике. Продолжение следует... И выписаны 5 тысяч 67 пациентов, у которых ранее подтвердили ковид. Сейчас всего 20 тысяч 168 человек с таким диагнозом. Это более 8,5% от количества проведенных тестов. За весь период распространения ковид-19 в стране умерли 116 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Беларусы продолжают поддерживать медиков в борьбе с распространением ковид-19. Добровольцы доставляют в клинике защитные средства. Переболевшие сдают плазму для инфицированных. Студенты изготавливают запчасти для ИВЛ. Каждый в силу своих возможностей приближает конец пандемии. Ангелина Декун. Одна мечта на всех. О том, что у меня коронавирус, я узнала после результатов теста. Это было в начале апреля, когда медсестра противотуберкулезного диспансера выхаживала пациента с пневмонией. Казалось, привычная работа. Но вскоре выяснилось, больной инфицирован ковид-19. Заразилась и Людмила Тадынкина. Симптомы у меня было легкое сечение. Симптомы у меня практически никаких не было. Только легкое першение у горды. Когда я узнала, конечно, был страх и паника. Срочная госпитализация, лечение, а позже самоизоляция. Впервые за 30 лет работы в туб-диспансере, да что там, за всю жизнь, Людмилу подкосила температура. Но она доверилась коллегам. И за 10 дней медики фактически поставили пациентку на ноги. А паника сменилась желанием помогать. Я не боялась. Я даже с удовольствием вышла на работу. На своем примере уже, что я переболела все, я морально поддерживаю их. И говорю, что не надо бояться, что мы поможем, и они справятся со своей болезнью. Жизнь есть не только после, но и во время пандемии. Уже не раз говорили о том, как COVID-19 изменил и образ жизни отдельных людей, и профиль целых предприятий. Студенты БГУ не остались в стороне. В учебной аудитории третьекурсники организовали производство расходных материалов для медиков. Они печатают десятки переходников для ИВЛ и масок. У нас в наличии три 3D-принтера. То есть они работают в непрерывном цикле, то есть круглосуточно. Также у нас задействованы два 3D-принтера, которые находятся в лицее БГУ. Также ребята ведут активную работу по привлечению еще производственных возможностей на стороне, в других организациях. А также у наших ребят, которые есть дома, принтеры. От пробных моделей до массового выпуска всего несколько дней. Теперь работают под заказ. Медики сами обращаются с запросом. Доставка ежедневная. Причем география поставок этого мини-завода не ограничивается Минском. Вчера мы передавали партию таких вот крышечек в Крупки. Сегодня надеемся, что успеем передать партию крышечек в Шклов. Это уже Могилевская область. Есть заказы и из Лиды, но очень много заказов идут по медицинским щиткам, которые мы в данный момент пока не производим. Мы вот тоже работаем над этим. А больницу скорой медицинской помощи представители Федерации профсоюзов сегодня доставили ценный груз. В коробках защитные костюмы и бахилы. Такой помощи хватит, чтобы обезопасить сразу тысячу сотрудников медучреждения. Всего же только для клиник столичного региона. В Федерации закуплено 4000 защитных комплектов. И еще около 15000 для других областей. Мы советуем себя с нашими медиками, это с комитетом по здравоохранению города Минска, для того, чтобы они более овладеют информацией, какое сегодня в учреждении здравоохранения необходимо, какая помощь. Будет продолжаться данное мероприятие, наверное, до тех пор, пока мы окончательно победим данную эпидемию. Средства защиты у нас имеются в достаточном количестве, но мы их постоянно должны пополнять, потому что в нашу больницу за сутки поступает более приемное отделение, более 200 пациентов. И это хорошая защита как для персонала, для наших сотрудников, так и для пациентов, которые к нам обращаются за помощью и которые должны быть уверены, что у нас все действительно безопасно. Вопрос безопасности врачей – одна из главных задач в борьбе с распространением ковид. Не только профсоюзы, но и многие ведомства, студенты и волонтеры включились в миссию добра. В больницы страны доставляют маски, костюмы и горячие обеды. Белорусы готовы делать это ежедневно, чтобы облегчить работу медиков и одержать победу над вирусом. Ангелина Дикун, Елена Соловьева, Владимир Слиш, Наши новости ОНТ. От 300 до 4000 белорусских рублей с этого месяца и до конца пандемии сотрудники учреждения здравоохранения, которые работают с инфекционными заболеваниями, будут получать на отбавки к зарплате. Материальное стимулирование предусмотрено указом президента, и сегодня схему выплат прокомментировали в Минздраве. Распределять суммы специалистам будут соразмерно нагрузки, уровню опасности и ответственности. В списке инфекций не только COVID-19, но и чума, холера, эбола и ближневосточный респираторный синдром МЕРС. Эти надбавки будут выплачиваться работникам здравоохранения всех бюджетных организаций, независимо от их ведомственной подчиненности. Работники здравоохранения – это врачи, это средние медицинские работники, и это иные работники – санитарки, сёстры-хозяйки, водители, лифтёры – все те, кто участвуют в оказании медицинской помощи пациентам с инфекциями. Министерство здравоохранения вместе с управлениями здравоохранения, со всеми подчинёнными организациями, проводят работу по тому, чтобы все эти надбавки были начислены в срок. Получат зарплату со знаком «плюс» и те, кто для помощи пациентам с инфекцией привлекался всего несколько раз, например, стоматологи. Дополнительные выплаты специалистам из этой категории начислят посменно. Президент Беларуси подписал указ об организации вступительной кампании в 2020 году. В этом году создана Государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний, определены полномочия. В её состав вошли члены правительства и Совета Республики, депутаты и руководители органов госуправления, представители общественных и контролирующих организаций. Комиссия, председателем которой стал вице-премьер Игорь Петришенко, обеспечит контроль за подготовкой и проведением ЦТ, других вступительных испытаний, будет принимать меры по устранению нарушений, принимать граждан. Возвращаясь к теме памяти, в Гродненской области на границе сразу трёх государств, Беларуси, Польши и Литвы, стоит небольшая застава имени Виктора Улсова. И она единственная действующая в стране, более того, расположена на том же месте, что и в годы войны. В 41-м её бойцы наравне с защитниками Брестской крепости первыми приняли удар. Немцы рассчитывали прорвать оборону всего за полчаса. Не удалось. История одного подвига. Далее. Смирно. Приказы выступить на охрану государственной границы Республики Беларусь. Вид пограничного ряда дозоров. Вечером 21 июня 41-го всё было как обычно. Такой же наряд заступил на ночное дежурство. И вдруг в тишине дозорные услышали гул летящих самолётов. А по реке на лодках уже переправлялись немцы. Три десятка пограничников под командованием лейтенанта Виктора Усова заняли позиции в траншеях и приняли свой первый и последний бой в жизни. Но главное, бойцы успели поднять тревогу. Если говорить о немецкой армии, то у них на вооружении были танки и самолёты, с которыми они нападали на нашу страну. В то же время советские пограничники держали в руках только ручные винтовки и несколько пулемётов. Но тем не менее пограничники сдерживали оборону до 12 часов. Хотя по плану «Барбаросса» захват пограничной заставы давал всего 30 минут. Пограничники отбили семь атак противника, но уже к обеду 22 июня живых на заставе не осталось. Теперь здесь братская могила. Почтить память героев минутой молчания приходит каждый, кто отправляется на охрану границы. Есть на заставе и музей. Его сотрудники по крупицам собирают экспонаты с места того сражения. Их уже больше 500, но новые продолжают находить до сих пор. Самый ценный – это личный револьвер Виктора Михайловича Усова. С этим револьвером он всегда ходил. Его нашли спустя 10 лет после войны. Как видите, барабан пустой, а что значит, пограничники сражаются до последнего патрона. Этот револьвер командир Усов так и держал в руках, когда его останки обнаружили в засыпанном окопе рядом с казармой. На месте гибели теперь памятный камень. Именем Героя Советского Союза назвали заставу. Виктора Усова навечно внесли в список личного состава. А в казарме символическая кровать как напоминание. Первый командир всегда рядом, как ангел-хранитель. Когда я ехал сюда, я еще не осознавал, что я буду служить на первой пограничной составе Героя Советского Союза. Когда приехал сюда, понял, насколько это на самом деле ответственно. Поначалу было сложно, непривычно. Постепенно привыкаешь. И что рядом за вами наблюдает постоянно днем и ночью лейтенант Усов Виктор Михайлович. За послевоенные годы застава разрослась. Она стоит на стыке границ сразу трех государств. Беларуси, Польши и Литвы. Охранять 20 километров территории съезжаются только лучшие новобранцы со всей страны. Но уникальность объекта не только в этом. Спустя почти 80 лет она единственная в Беларуси, стоит на том же самом месте, что и в начале войны. Пограничная застава 1941 года – это единственное здание, которое сохранилось сейчас. Раньше там была казарма, административные здания. Сейчас же это хозяйственные помещения. Остальные здания здесь были достроены позже. На данный момент пограничная застава – это современный комплекс зданий и сооружений, обеспечивающий надежную охрану государственной границы. На заставе проводят экскурсии, принимают делегации, снимают фильмы, организуют летние патриотические лагеря. Память о прошлом здесь берегут. И, несмотря на особый режим объекта, открывают двери для всех, кто хочет узнать о главном и последнем бое гродненских пограничников. Константин Степанец, Надежда Завиновская, Александр Бажуков. Наши новости. Гродненская область. Странный матч в белорусском хоккее. В суде Московского района Минска продолжается заседание по делу о встрече чемпионата Беларуси между Динамо Молодечной и Могилевым. Сегодня начался допрос обвиняемых. Среди них четверо уже бывших игроков Динамо Молодечной. Обродали Алексей Иванов, защитники Александр Сырей, Сергей Шелих и Никита Устиненко. За денежные вознаграждения они повлияли на результат. Игроки признали вину в полном объеме. В договорном матче были замешаны еще трое хоккеистов Динамо Молодечной, но их уголовное преследование прекратили, повлияли раскаяния. Матч, о котором идет речь, прошел 12 ноября. Хоккеисты Динамо Молодечна выигрывали у Могилева со счетом 5-1. Но в третьем периоде ситуация кардинально изменилась, и Могилев одержал победу 6-5 еще до начала судебного процесса. Обвиняемых оштрафовала и дисквалифицировала Федерация хоккея. Есть соответствующие положения, которые обязывают применять такие-то или такие-то спортивно-дисциплинальные санкции, которые мы применили в соответствии с регламентом. Следующее заседание суда пройдет 13 мая. Продолжится допрос обвиняемых. Когда все дороги ведут в Минск. За белорусский словарь теперь чаще берутся гости из России, Италии, Франции, Америки. Старинные усадьбы, спортивные объекты увидеть нужно обязательно. Узнать о стране не из официальной экскурсии, можно сказать, индивидуальный подход в условиях мировой пандемии, новый тренд. Например, 42-летний турист из Индии составил себе маршрут. И в нем нет тусовочной улицы или торговые центры. Елизавета Ковичуренко продолжит. Как же это трудно читать на незнакомом языке. Но Шаби на вас старается. И тут же признается, у этих слов особая энергетика. Попасть в музей и узнать о Беларуси иностранец давно мечтал. 7 тысяч километров позади. И вот они, экспонаты с историей. Вторую мировую войну я изучал еще в школе, когда был совсем маленьким. Это событие поразило меня до глубины души. Я начал интересоваться самолетами и военной техникой. Когда я выбирал страну для посещения и узнал про парад в Беларуси, сомнений не осталось. Это то, что нужно. Он рассматривает все с неподдельным интересом. Ну, словно ребенок. Понять можно. Ведь до приезда в Минск военную технику иностранец видел только в компьютерных играх. Пандемия попутала мои планы. Мне пришлось делать несколько пересадок в Европе, но я буквально прорвался сюда. Я думаю, что это судьба. Попасть в Беларусь. Гость увлеченно щелкает смартфоном, изучает отрывки газет и гадает, а зачем нужна керосиновая лампа. Вопрос во времени. Хотя такой же Шаби могут задать его потомки, когда увидят снимки. Я не зарегистрирован в соцсетях, но эти фото я обязательно покажу своей жене и детям. Такое путешествие – лучший урок истории, уверен Шаби. Признается. Поначалу из-за эпидемиологической обстановки в мире лететь опасался. Но тяга к истории перевесила. А Беларусь радушно встретила. Когда я собирался в путешествие, я волновался. Закупился масками, перчатками, санитайзерами и даже очками. Но я не мог не приехать. Я люблю путешествовать и ни разу не пожалел об этом. Здесь красиво, чисто и безопасно. Я сделал уже сотни снимков. Какие потрясающие виды. А это – лучшее фото в моей жизни. Точно не единственное. Впереди – знаковые места. Линия Сталина, Хатынь, Брестская крепость. У меня столько планов. Я хочу объехать всю страну. Я обязательно вернусь сюда еще раз со своей семьей. А пока я очень жду парад. Он обещает быть грандиозным. Елизавета Кочуренко, Геннадий Челей. Наши новости. ОНТ.